Пусти! 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 Это, конечно, «Конец атамана», это, конечно, фильм Султана Ходжикова «Кожебек», это фильм «Мажита Абегалина», можно его несколько фильмов назвать, среди них такие, как «Его время придет от Чукана в Алиханове». О том, что сегодня неофициальный праздник казахского кино, похоже, мало кто знает. На «Казахфильме» день прошел в штатном режиме. Такая же скромная ситуация сейчас и с выпуском кинопродукции. Несмотря на то, что в год киностудия выпускает до 25 художественных фильмов, смотрят эти картины очень малое количество казахстанцев. Я считаю, что нужно побольше красивых девушек и хорошего сценария. Мы немного как-то нереалистичны, как-то подыграно все, не как раньше. Чего не хватает? Ну, спецэффектов, хорошие актеры вообще-то. Вы знаете, мне кажется, казахскому кино не хватает любви своего народа. Почему? Потому что за 20 лет вот этой независимости мы настолько, молодежь, настолько привыкла смотреть американское, российское, любое другое кино, что есть вот некоторые пренебрежительные отношения к тому, что происходит здесь и сейчас. О, это не как в Голливуде, о, это не как там в России и так далее. Но на самом деле, вот я и говорю, это вот, это можно сказать, патриотизма не хватает. Кинокритики отмечают, что лишь последние несколько лет государство стало всерьезно уделять внимание кинематографу. Среди последних фильмов есть подлинные шедевры. В основном это исторические картины. Например, как «Жао-Журек Менбала» Ахана Сатаева. В прошлом году фильм завоевал награду на Берлинале и номинировался на Оскар. Правда, на фоне международных заслуг говорить о финансовом успехе здесь не приходится. Кассовые сборы «Жао-Журек Менбала» 2 миллиона долларов, при бюджете проектов 10 миллионов. Впрочем, кинематографы говорят, главное сейчас не прибыль, а пропаганда и рост отечественного кино. Дельмарат Нуталипов, Рашидин Якупов, телеканал Алматы. Субтитры создавал DimaTorzok